Год назад встретила любимого человека, и он похватил мое желание развиваться. У меня есть заманчивая возможность поехать в Германию, Америку, по студентской программе. Но так могу потерять отношения. Посоветуйте, куда направить свою энергию. Заранее благодарна за ваш ответ. Здравствуйте, покажите мне верный путь, пожалуйста. Я закончила школу в Таджикистане, сейчас учусь в России на третьем курсе. Замужем за двоюродного брата моего папы. Я была против выйти за него. Я хотела нормальную, спокойную семью. Уважаемый Давлад, вассалам алейкум, пожалуйста, помогите нам. Брат мужа уже пять раз, пять раз взял в большие долги. Четыре раза мы погасили его долги. Он не меняется. Как стать любимой женой? Мы с мужем живем больше пять лет. У нас вначале было очень хорошо и взаимной любви, но через три года у нас все изменилось. Он стал таким задумчивым. И не очень. Обращает внимание. Не знаю, почему он так относился раньше. Он дарил подарки, а сейчас нет. Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши читатели, дорогие наши слушатели. Спасибо, что смотрите рубрика «Вопросы Давлада». Ставьте лайк под нашим этим рубриком, видео. Рекомендую своим друзьям, знакомым. Все, для кого это будет полезным. Я буду отвечать на многие вопросы, которые касаются личностного роста, семейные отношения и так далее. Спасибо, что задаете вопросы. Задаете актуальные вопросы под это видео. Посмотрите, есть почта, пожалуйста, посмотрите на эту почту. Заходите туда, задавайте вопросы туда. Но в комментариях пишите свои мнения, свой опыт, что ценное вы получили из этой рубрики. Первый вопрос. Здравствуйте. Я думаю, как все успеть. Не могу понять, как расставить приоритеты. Приоритеты. Мне уже 23, я студентка, имею первое медицинское образование. Но за 150 долларов нет желания идти на работу. Работа официантом, имею 500 долларов в месяц. За время всей учебы я работала и есть стипендия. Получаю второе в аграрном университете. С 13 лет начала интересоваться финансовой грамотностью. За это время накопила большая часть денег у меня в инвестициях. 10 тысяч долларов. Каждый месяц получаю 300 долларов, не работая. Стараюсь сократить свои расходы. Живу, живу в общежитии. Год назад встретила любимого человека, и он похватил мое желание развиваться. Выучил русский язык, начал читать книги. Между нами сильное доверие. Я думаю о стабильности. Он граждан Евросоюза. У нас пока нет собственного жилья. У меня есть заманчивая возможность поехать в Германию, Америку по студентской программе. Но так могу потерять до отношений. Посоветуйте, куда направить свою энергию. Заранее благодарна за ваш ответ успехов вам. Дорогая моя, прежде всего, два важные вещи для вас важны. Одновременно быть реализованным человеком, как девушка, как профессиональный. А с другой стороны, быть девушкой, которая могла создать хорошую семью. Самая важная вещь для девушек, знаете что? Быть любимой. Поверьте, это правда. Я видел огромное кольцо людей, которые думали, что карьера создам, потом семью и так далее. Итоги все потеряли. Но если вы любите этого парня, сначала держитесь за него. Создайте счастье. Где есть счастье, где есть любовь, за него следует и богатство, и признание, и уважение, и все. Но если вы поговорите с вашим парнем, если он гражданин тем более Евросоюз, вы, пожалуйста, добивайтесь вот это, то, что вы говорите, есть возможность поехать в Германию, Америку и так далее, по какой-то программе езжайте в Германию, если он гражданин Евросоюза. То есть езжайте в ту государство, где этот парень имеет гражданство и так далее. И вместе с ним, пожалуйста, вместе с семьей развивайтесь, реализуйте себя и так далее. Если вы имеете тем более медицинское образование, в тех территориях это очень хорошо ценится и так далее. Вы умная девушка, и можете там в крайнем случае пройти какие-то определенные курсы, и там вы можете реализовать себя, тем более если ваш парень имеет такое гражданство и так далее. Я рекомендовал вам так, что вы одновременно должны двумя ногами ходить. Держитесь за своего парня и вместе вдохновляйте его к великим подвигам, чтобы он тоже проснулся. За каждый великий мужчина стояли великие женщины. Возможно, ваша встреча с ним и позволит вам и его стать великими людьми. Идите, идите, развивайтесь, не останавливайтесь. Деньги, которые накопили, накопите, продолжайте инвестировать. Зарабатывайте, накопите, инвестируйте. Запомните, жизнь вознаградит вас, если вы умеете создавать капитал. Не тратите свои деньги ради развлечения, ради любовной истории, ради просто, ой, я молодой, пока-пока. Буду хорошо жить. Нет, вы умница. Если вы студентка, смогли 10 тысяч долларов накопить, я действительно преклоняюсь к вам. Вы супер, вы молодец, умница. Продолжайте в таком же духе. Значит, у вас есть мышление, у вас есть способность стать очень-очень богатой девушкой. Так что желаю вам успехов. Значит, ваши действия. Поговорите с вашим парнем, участвуйте в какой-то программе, езжайте в Европу. И ваш парень тоже, если у него есть гражданство там, и вместе с ним вдохновляйте его какие-то работы. Вместе поработайте, вместе делайте, добивайтесь успеха. Знаете, дорогу осилят и души. Так сказал Иисус. Вы приближайтесь, идете чуть дальше, вам будет еще виднее. Но сделайте первый шаг. Здравствуйте, покажите мне верный путь, пожалуйста. Я закончила школу в Таджикистане, сейчас учусь в России на третом курсе. Замужем за двоюродного брата моего папе. Он на один год старше меня, он тоже в России работает и зарабатывает приличные деньги, без образования. Он думает, что учиться это пустая трата времени. Я была против выйти за него. С детства он мне не нравился, не знаю почему. Сейчас у нас с ним не очень хорошие отношения, уже почти год. Я хотела нормальную, спокойную семью. Я даже делала такие вещи, что ему не нравится, чтобы избавиться от него. Потому что он тоже такой, как его папа. Но у меня не получилось. Я хочу развиваться, пока есть возможности. И потом помогать людям. Он любит помогать другим, он только о себе думает. Тот о себе думает. Тот у него недобрая душа, он всегда думает криво. То я говорю ему. Он на меня кричал, орал. Он говорил, я только тебя знаю и твоих родственников не знаю. Он мне говорит, что не будут слушать женщин. Те, кто слушает своих жен, то они тупие. Еще он мне, смотря в глаза, сказал, что он мстительный. Если ему кто-то что-то сделал, то он обязательно как-нибудь отомстит того человека. Мне такие люди ваши вообще не нравятся. У них внутри темнота. Я не знаю, как мне быть. Что мне делать? Говорят, что свадьба будет в июле. Еще неизвестно из-за наших ссор. Наши их родители хотели даже развести с нас. Помогите мне, пожалуйста, как мне быть. Хотели здесь в России к психологу идти, но они не понимают нашу религию. Они говорят, делай то, что тебе нравится, чтобы не погубило свою жизнь. Сделай то, что сердце подсказывает. Я же не могу про своих родителей забыть. Дорогая моя, наша ментальность другая. Если ты пошел к психологу, который западный мышление, у них есть личное счастье, личная свобода. А в нашем менталитете это невозможно. Почему? Для них это нормально. Поэтому для них смене ценности второй степень. Личная свобода, личное счастье на первом месте. А у нас мы делаем все для семьи. Муж работает все, чтобы семью обеспечить. Мы делим все, чтобы родителям помогать и так далее. То есть у нас смене счастья. То есть ценности, смене счастья на первом месте. А потом, как твоя, как личный человек, менталитет востока такой. А поскольку ты хочешь быть реализованной и так далее. Я тебе скажу так. Ты только что сказала, что ты делала все, чтобы не нравиться этому парену. Но у тебя не получилось. Значит, этот парень все-таки борется, чтобы ты была его женой. Так что я тебе скажу так. Принимай его. Принимай его, это нормально. Я встретил одну женщину. Она мне сказала, что 15 лет ушло, чтобы я воспитал своего мужа. Я сказал, как вы это делали? Она сказала, знаете, потихонечку, добрым, ласковым языком. Мужчину справить легко. А вот женщину воспитать очень тяжело. Так что, дорогая моя, я уверен в тебе. Я тебе скажу вот что. В начале, может быть, он тебе не понравился. Может быть, ты по каким-то его причинам не хотел быть его женой. Возможно. В молодости такое бывает. Но если этот парень уважает тебя, ценит тебя. Он же говорит тебе, что я тебя знаю, твоих родственников не знаю. Да не обязательно, чтобы он с утра до вечера уважал твоих родственников, ухаживал за них. Тем более, если вы в России живете. Откуда видит он твоих родственников? Так что, главное, что он тебя уважает. Главное, что он тебя не обижает. Главное, что он готов заботиться о тебе. Запомни, у мужчины есть несколько показателей его надежность, его заботливость и умение, что он тебя уважает и любит. Береги за это. А любовь с твоей стороны потом появится. Поверь мне, забота со временем приводит к любви. Повторяю, любовь это не чувство, это забота о друг друге. А то, что он иногда плохие мысли у него, темные мысли, мстители и так далее, это временные привычки человека. А жизнь воспитывает любого. Возраст воспитывает любого. Пройдет чуть-чуть время, и ты увидишь, он изменится. Как? Если ты будешь всегда читать книги, всегда говорить об этом, покажа, показа. Раз ты мне на рубрику вопрос сдала, ты мудрая девушка. Я убежден, что ты умная и мудрая девушка. Потому что мои выступления слушают только одаренные люди. К нам приходит в интернете все народы, но слушают те вещи, о которых мы говорим. Только те люди, для кого будущее имеет значение, для кого семья имеет ценность, для кого человечность на первом месте. Так что я на миллион процент уверен, дорогая моя, что ты умница. Так что принимай своего мужа, научи его простить. Посмотри на него, как на великий мужчина. Раз он не отказал от тебя, то, что ты делала все, чтобы не нравиться ему, и он не отказал от тебя, значит, ты для него много чего значишь. Так что с ней этого, это важно. Это очень важно. Рано или поздно, ты мне поймешь. Уважаемый Давлат, вассалам алейкум, пожалуйста, помогите нам. Брат мужа уже пять раз. О-о-о, брат мужа. Я думал, брат иметь в виду. То есть родной брат мужа, пять раз взял в большие долги. Четыре раза мы погасили его долги. Он не меняется. Сначала он взял кредит тайком, и чтобы погасить этот кредит, Амановая брата потратил деньги, брата своего в размере 2 миллиона. Потом Амановая продавцов в рассрочку взял в телефоне и продал их ниже пол цены. Из-за его жены и детей, его дом, они не продали каждый раз, поверив его обещаниям. Сейчас он влез в долги 2 миллиона, точно как раньше, кредиты, рассрочки, обман людей, при продаже товаров. Сейчас люди паникуют, и банк требует, опять оказались в безвыходном состоянии. Как вы думаете, нам продать, продать, его дом заплатить, долги, и отправить его жить к родителям в горное село, и дальше там заниматься скотоводством, или опять поверить его обещаниям и оставить дом, платить, как раньше, долги. И, пожалуйста, помогите советам, мы люди бедные, у каждого брата доход в размере 35 тысяч, родители старые, пенсионеры. Только не знаю, вы имеете ввиду рублей, или сом, или какой. Я скажу вам, судя по всему из ваших слов, я понял, что либо сом, либо рублей. А вы знаете, не надо платить вам его долги. И, поверьте, брат вашего мужа, он привык так делать. Точно такой парень, если у меня двоюродный брата сын. Ну, скажем, у моего двоюродного брата, его сын точно так себя ведет. Сколько раз его поймали, в турму хотели посидеть и так далее. Его родители приходили ко мне, чтобы я помог ему. Я один раз ему помог, второй раз я им сказал нет. Я сказал, это его судьба, он должен сам пережить, чтобы научиться. Жизнь его пусть научит. Я не хочу. Знаете, есть такая поговорка, каждый должен нести свой крест сам. Понимаете? Повторяю, каждый должен нести свою тяжесть судьбы сам. Я сказал, нет, я не буду. Его отвезли там несколько месяцев, закрыли и так далее. Я сказал, нет, я не давал деньги. А почему? Потому что бесполезно. Я знаю, что отдавая деньги, вы не помогаете этому парню. Вы ему даете шанс еще продолжать. Дело в том, что, что вы поощряете, то и получаете. Он, вы поощряли 4-5 раз эту вещь. Он делал, вы погасили. Он делал, вы погасили. И он думает, что это естественно и это нормально. Нет, не давайте. Продайте его дом, закройте долги, отправьте его в селе. Пусть жизнь научит этого придурка. Вы понимаете, что я говорю? Я таких ребят, которые станут обузой для своих родних, не понимаю. Я таких ребят, которые станут трудностью для своих родних, я их не понимаю. Уважаемые, дорогие мои слушатели, что я хочу сказать? Сами подумайте. Это все результат детства, воспитания. Вот по итогу, вы знаете, если в детстве не оплачиваешь за обучение своих детей и не заботишься о них, чтобы они стали человеком, тогда тебе придется постоянно платить их, вытаскивать из кредита, платить их, вытаскивать из долгов, платить их, вытаскивать из разных проблем. Игромания, компьютерные игры, там, не знаю, казино и так далее, и так далее. Придется платить за их ошибки, за их, можно сказать, невнимательность и так далее. Поэтому, дорогие мои, я рекомендую вам оберегать своих детей. А вам скажу, уважаемые, что, пожалуйста, в никаком случае больше не платите за долги чужого человека. Я раньше так делал много раз. Много раз погасил, много раз оплачивал долги других людей. Это ничего не изменило их жизни. И мою жизнь это принесло только тяжести и проблем. Следующий. Здравствуйте. Как стать любимой женой? Мы с мужем живем больше 5 лет. У нас вначале было очень хорошо и взаимной любви. Но через 3 года у нас все изменилось. Он стал таким задумчивым и не очень. Обращать внимание. Не знаю, почему он так относится. Раньше он дарил подарки, а сейчас нет. Он сейчас за границей, большинство звонит и только с детьми разговаривает. И все, иногда, когда я пишу, отвечает. Если не пишу, он не пишет, не звонит. Именно со мной, наверное, не хочет общаться. Я вот постепенно не понимаю его характера. Помогите, пожалуйста, разобраться. И дайте мне, пожалуйста, совет. Я очень нуждаюсь. Спасибо большое. Благодарю вас. Надеюсь, ваш совет поможет мне. Это аноним. Девушка из Киргизии. Всего хорошего вам. И желаю успехов в работе. Дорогая моя. Знаете, я прочитаю вашу историю. Я представлял свою жизнь. Моя жизнь только далеко проходила в протяжении 22 года. Мне было 19 лет, когда жениться впервые. И понимаете, и вот до сегодняшнего дня мне 42 года. Получается, что 13-14 лет я женат. Даже чуть больше получается. Сколько там? Нет. Вот. Если 19. И 23 года. Господи, 23 года я женат. За это 23 года я много чего пережил. И знаете, я вам скажу так. Если ваш муж, он чуть далеко и не пишет вам, и у вас ощущение, что он с вами не хочет говорить. Это неправда. Мы мужчины другие. Просто у нас природа мужского, он другой. Знаете, что он думает сейчас? Он думает, что он за границей работает ради семьи. Я даю вам слово. Он сейчас в голове вот так думает. Он думает, что я работаю ради семьи, чтобы семью обеспечить, чтобы мои дети хорошо жили, хорошо учились и так далее, и так далее. А вы дома сидя, от того, что вы ждете, соответственно, вам охота, чтобы он признался любви, говорили слова любви и так далее, и так далее. Но он дальний момент, в голове у него это не происходит. Не потому, что он не любит вас. Просто он больше, понимаете, почему вначале все было хорошо? Потому, что заботы было меньше, детей было меньше, понимаете? Проблемы были, по-моему, чуть-чуть меньше. А сейчас у него больше забот, он отвлекается и так далее. Мужчины большинство такие. Но женщины думают, что как будто он разлюбил и так далее. А я вам скажу, что делать, чтобы у вас все хорошо пошло. Хорошо? Но я хочу, чтобы в первую очередь вы прекратили так думать. Не думайте так. Вы должны думать так, как вам выгодно, как вам, скажем, что в будущем, последствия. Какое последствие вы хотите, вот так думайте. Почему? Потому, что ваши мысли становятся реальными. Рано или поздно ваше подсознательное ожидание осуществляется, реализуется. Поэтому всегда себе говорите терпеливо, что я люблю своего мужа, и он меня любит. Лучше на свое намерение, на свое убеждение. Вот так направьте. Вы можете мне сказать, но я его люблю или я чувствую, но он же меня не любит. Откуда вы знаете? Вы можете только про себя говорить. Откуда вы знаете? Поэтому ваше терпение окупается. Я убежден в этом. Много раз я давал консультации по семейным отношениям, и каждый раз убедился, что выиграют в семье только те люди, которые имеют терпение. Они все равно выиграют. Поверьте, это так. Ход 99,99% случаев жизни я это видел. Поэтому я вам рекомендую вот в таком подходе. Что? Это первое. Вы должны свои убеждения изменить. Хорошо? Второе. Второе. Делайте так. Второе. Каждый раз, когда разговариваете с ним или созваниваете с ним, напишите ему, скажите вот эти слова. Скажи, что я жду тебя. Я скучаю по тебе. Говорите ему добрые, ласковые слова. Найдите мою книгу «Что не знаешь женщина о мужчинах?» Что должно знать мужчина о женщинах? И прочитайте несколько раз. Запомните, мужчинам нужно два вещи от женщины. Первое. Добрые, ласковые слова. Именно это дайте. Потихонечку. Один раз, два раз, три раз. И всегда внизу пишите «Мы ждем вас». Мы ждем вас. Мы скучаем по вас. И скажите добрые, ласковые слова. А вы знаете, вот вы сейчас так говорили. От того, что я долгие годы был далеко из дома, я представлял свою жизнь. Знаете, я всегда думал, всегда работал и всегда старался воспитать своих детей и так далее. Но иногда моя жена первые пять лет, первые пять лет, когда мы женились, вот эти фразы говорили, как вы сейчас пишите. Она иногда мне сказала, вы что, вы забыли про меня, вы меня не пишите и так далее. А хотя, это такого не было. Поэтому я вам говорю, точка зрения мужчины и одновременно точка зрения наставника. Пожалуйста. Только пишите такие вещи. Знаете, что от вас исходит, это очень важнее, чем вы что получаете. Вы будете получать, если вы отдаете. Смене жизни мы все сочувствовать требуем. Мы хотим, чтобы кто-то нас сочувствовал и так далее. Но смене жизни надо отдавать больше. Выиграет только тот, кто дает. Кто дает, он все равно выиграет. У него развивается эта способность, у него развивается этот дар. У него развивается это умение любить. Продолжайте отдавать. Дайте внимание, дайте заботу. И вы увидите, со временем он начинает это очень дорого снить. Очень дорого. Годы идут, годы жизни идут. Жизнь воспитывает человека. Запомните, самолет где бы не летал, приземляется в аэропорт. И он обязательно возвращается к вам. Вот увидите. Воспитывайте для него хороших детей, мудрых детей. Чтобы вот, когда он смотрит на них, он гордится. Я часто заметил, что любовь к жене усиливается. Если ты к детьми и жене, она взаимосвязана. Если ты любишь его детей, любовь к жене больше. А если к жене любовь больше, к детьми любовь больше. То есть вот так она взаимосвязана. Хорошо? Дорогие мои, я буду молиться за вас. Желаю вам счастливой семейной жизни. Ставьте лайк под это видео. Рекомендуйте его своим друзьям, знакомым. Удачи вам!